Прогулка на самокате закончилась травмами. Пятиклассник врезался в иномарку прямо на проезжей части. Всего же за минувшие выходные в городе произошло 49 ДТП. В двух случаях пострадали дети. О сложившейся ситуации на дорогах узнавала наша съемочная группа. Эта авария произошла в минувшую пятницу в разгар рабочего дня. На участке дороги по Кирово столкнулись КамАЗ и Ниссан Альмера. Водитель большегруза Виталий Власов ехал по служебным обязанностям, однако дела пришлось на время приостановить. Объезжал машину, вот здесь препятствия стояло, которые убирали дорогу. Получается, я выехал, уже маневр завершал, и этот человек выезжает навстречу и ударяет мне. В иномарке находился Геннадий Намесников с 12-летним внуком. К счастью, в аварии никто не пострадал, а вот автомобиль получил серьезные повреждения. Мы со светофора выехали, скорость-то не набрали как следует. Впереди шел джип, вот этот вот, он высокий, мне не видно было. Я, он притормаживать начал, я выехал налево посмотреть и увидел, как он начинает выруливать, перегородил фактически всю дорогу. Я по тормозам задел, потащил меня на машину, я джип ударился, выкинул, и он меня стопил. В этот же день, 16 апреля, чуть позже, произошло другое ДТП в районе дома номер 12 по улице Бориса Ручьева. Девочка переходила дорогу не там, где положено. В результате ее сбил автомобиль. Второклассницу отвезли в больницу. Она получила сотрясение головного мозга, ушибы лица и живота. В субботу недалеко от парка у вечного огня травмировался 11-летний ребенок. Мальчик переезжал проезжую часть на самокате в неустановленном месте. В результате наезда 11-летнему мальчику причинены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, открытого перелома плюсневой кости. Ребенок госпитализирован в отделении травматологии. В момент ДТП мальчик находился на прогулке без сопровождения взрослых. Он пересекал проезжую часть на самокате из-за встречного потока автомобилей. И по сути совершил столкновение с автомобилем в район левой двери. И это лишь несколько случаев ДТП, которые произошли за минувшие дни. Инспекторы ГИБДД отмечают рост фактов ДТП с участием детей на 40%. К примеру, если в апреле прошлого года не было ни одного случая, то в этом месяце уже 7. Поэтому сотрудники обращаются к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра. Тем более во время прогулки. Ольга Сухоплюева, Владимир Ровенский, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН.